Сегодня мы пришли в гости к Орхану Асланову, одному из самых лучших и талантливых фотографов Азербайджана. Для него это будет достаточно нестандартное интервью, потому что мы затронем много пикантных моментов. Пройдемся. Добро пожаловать. Спасибо, что согласился на интервью со мной. Ты уже напугала меня Альцаму своими вопросами. Столько всего сказала, что что там будет, как там будет, тебя прибьют и так далее. Поехали, да, посмотрим, кто кого прибьет. Итак, мы начнем с первого вопроса, самого главного. Ты готов ответить на все мои вопросы? На все твои вопросы я или отвечу, или соскочу. Два варианта. Но я тебе отвечу. Ну, поехали. Но на самом деле это первое такое, да, у нас интервью. Откровенное. Вообще откровенное, да. Многим интересно, как ты добился успехов и стал одним из самых лучших фотографов Азербайджана. Ну, это коротко. Коротко отвечать, или? Ты мне расскажи, как ты думаешь. Мне это интересно. Ну, это такой общепринятый, в смысле такой, да, популярный вопрос, как это все получилось. Во-первых, конечно же, сыграло то, что я это сделал вовремя, потому что в тот момент, когда я это начинал делать, мало кто был вообще. Очень мало было людей, которые занимались фотографией, занимались коммерческой фотографией и так далее. И я попал в нужное время, в нужный момент, и все прям, все так получилось, что... Ну, и само собой я пахал, как собака. То есть я работал очень много, и был даже момент, когда... Ну, это такая, достаточно, наша семья знает эту историю, особенно моя мама. Она просто сказала, что возвращайся домой, что так получилось, что приходи домой. И так получилось, что я приехал домой и ночью остался дома, а в 4 часа ночи я проснулся и выехал из дома. Утром она звонит, что почему-то уехал из дома. Я говорю, что какая-то кровать у вас неудобная у меня стала, в общем, что-то не то. И она, говорит, что оказалось, что я вообще 8 месяцев не остаюсь дома. То есть 8 месяцев я жил в студии. И я постоянно до свадьбы в основном жил в студии. Сейчас ты уже, надеюсь, чаще дома. Сейчас я уже, да, мне просто не разрешают жить в студии. А с чего все началось? Почему именно фотограф? Что тебя вдохновило на это? Я не сказал бы, что... Во-первых, мне всегда нравится отличаться. То есть как-то выделяться в чем-то. И в тот момент, когда я начал заниматься фотографией, когда отец посоветовал и так далее, дал мне камеру, первая камера. Вот этот момент... Я бы не сказал, что это было табуда, но это был момент, когда тебе заниматься фотографией вообще было не очень-то и выгодно с точки зрения людей, потому что люди просто не понимали, что такое фотография. Существовал Союз фотографов Азербайджана, но люди просто не понимали, зачем заниматься фотографией. Они не могли бы им объяснить, зачем вообще ты фотографируешь. И это еще больше меня вот... С подвигом. Заманил авто... Ну, что-то сделать интересное, люди, чем ты занимаешься, что это такое. Плюс, само собой, мы снимали не на цифровые камеры, а это было больше пленочное. И там была какая-то романтика, вот это волнение. Ты снимаешь, ты берешь эту пленку, едешь куда-то, проявляешь, что получится, что не получится. Была романтика. Плюс, противоположный пол проявлял сумасшедший интерес к этому, да. То есть, когда мы открыли... Ну, когда уже все было супер, один ученик к нам в школу пришел, он говорит, что я хочу заниматься фотографией. Я говорю, зачем? Он говорит, что потому что фотографы пользуются популярностью среди девушек, да. То есть, тогда, когда ты занимаешься чем-то интересным, и это людям неизвестно, что это. И, ну, что-то интересное, то все проявляют интерес к этому, да. Совсем интересное, и ты, по сути, да, душа компании. Везде что-то можешь интересное рассказать. Ну, вот говоря о девушках, как ты познакомилась? Да, я понял, что ты приводишь. У тебя первые два вопроса были такие вступительные. И как же ты познакомился со своей супругой? С моей супругой я познакомился... Так тебе фулл версию рассказываю, чтобы одним разом рассказать. У нас была же школа в студии. И вообще у нас была большая студия. В студии были три школы. У меня 14, около 12-14 работников были. Там помощники и так далее, и так далее. Все три школы просто кипели. И мы постоянно делали мастер-классы и курсы. В общем, в один определенный момент приходит Гюнай. Она была такая, да, baby face, большие глаза, все, кучерявые волосы. В общем, они как-то приходят, садятся. А у меня стол, то есть он был прямо посреди студии, но он был открытый, open space. И я всегда все видел и контролировал. И чтоб ты понимал, сколько людей приходит к нам в студию. То есть, ну, огромное количество людей прошло через студию. И, в общем, дело не в этом. Я обычно ни на кого не обращал внимания. В общем, она сидит. И я обратил внимание, что, ну, ты симпатичная девочка. И забыл. То есть, я просто посмотрел, обратил внимание. Я даже помню, что я встал, пошел специально, типа, я забираю какую-то технику. Так, просто повернулся, примерно так посмотрел, ну, хотя бы face и так далее. Да, и вернулся, сел. И прошло две недели. То есть, с этого момента прошло две недели. Я просто забыл вообще, что я смотрел и так далее. И прошло две недели. И через две недели у меня помощница, она сидит рядом со мной. И я говорю, помнишь, был мастер-класс? Она говорит, да. А чтоб ты понимала, у меня в студии, может быть, это так, может быть, и так. Но вообще девочки ревностно относились ко мне. Да, они всегда так, да. Вот как-то не очень они приветствовали весь этот ребят, что как бы кто-то, какие-то шурмуры и так далее. Я говорю, помнишь, там эта девочка была? Она говорит, да. Я говорю, в общем, ее надо найти. Откуда мне ее найти? Я говорю, ну, давай пробьем, да. И, в общем, мы через-через-через Фейсбук и так далее, и так далее, в общем, я ее нашел. Да, и, в общем, мы списались, и все. Потом есть смешная история. Я сказала, что давай как-то просто познакомимся, увидимся. Она, ну, с точки зрения морали и так далее, она, в общем, решила, что нет. А сама пряталась в парке. Да, причем ночью пряталась в парке и смотрела, что я там делаю и так далее. А что ты в парке делала? Нет, я сказал, давай увидимся. Она пряталась в парке, что я в парке, давай там, в общем, я не смогу. В общем, ну, в общем, не знаю. В общем, романтика. Ну, ты, мы видим, что снимаешь достаточно часто в стиле нюм. Да, я знал, что ты это спросил. Конечно, после жены, конечно, надо про нюд спросить. Как она к этому относится? Во-первых, я снимал нюд и до жены. Да. И я снимал очень давнейшее это все дело шло. И когда еще... Нет, до меня снимали нюд в Азербайджане, конечно, пару человек, но это не было так бомбически круто. И когда мы начали снимать, это просто было... Я не говорю, что я что-то крутое снял. Это, может быть, и не было. Это было достаточно... Ну, достаточно простая сессия. Но для Азербайджана вдруг бабахнуть в момент, когда Фейсбук тоже взрывает, он на пике, бабахнуть нюд фотосессией, это было очень круто. То есть я даже сам был в шоке от этого, потому что ну, просто звали на все каналы. Кто-то угрожал, кто-то ругал, кто-то поддерживал. В общем, это было достаточно так... Ну, затронуло меня как человека. Потом даже говорили, что вот, он снимает нюд, зачем его звать на другие фотосессии, все это грязно и так далее, извращает людей и так далее. Но дело не в этом. Я снимал это и до этого, и сейчас, и все зависит от того, как человек к этому относится. Конечно же, Юнай против всего этого, хотя в душе она, понятно, мне говорит, что да, окей. Но она, конечно, переживает. То есть я даже издеваюсь, а тогда утром просыпаюсь. Она говорит, куда идешь? Я говорю, на работу иду. Она говорит, что будешь делать? Я говорю, нюд буду снимать. Это молчание. И даю паузу. Да, 5-секундную паузу. То есть, а для человека понимаешь, да, то есть Орхан идет, сейчас утром позавтракал, и идет голую бабу снимать. Звучит достаточно так, щепетильно. Я согласен. Ну, для женщины штукатся. Да, ну, это творчество, да. Вот ты до этого сказал. Но еще есть опрос, чтобы вы знали, да, то есть и люди, многие задают. У меня друзья говорят, может, я штатив подержу, да, я говорю, подержу что-нибудь другое. Но дело не в этом. Чтобы вы знали, даже был общий опрос среди фотографов. Около 90% фотографов, когда снимают, люди не обращают внимания на свою модель. Это просто работа для них. Или это просто творческий процесс. Я не говорю, что шура-мура не могут быть. Шура-мура могут быть. Но они могут быть так же, как ты можешь пойти просто в кофейне, увидеть человека и там, окей, да, там. Ты до этого сказал, что многие говорят, что это развратно, неправильно и так далее. Но что мы заметили в твоих фотографиях? То, что никогда не было девушек с формами. Они были как будто бы мёртвые на фотографии. Ну, во-первых, я люблю худеньких. Но пышки тоже неплохо. Пышки тоже неплохо. Пышки с формами, я имею в виду. Да, с формами, я тебя понял. То есть, ну вот смотри, формы, они чуток, как будто твою вот эту фантазию совсем в другое русло направляют. Ты понимаешь? То есть, я стараюсь снимать так, чтобы это не оказалось, чтобы это не порнуха какая-то была, да, чтобы у человека больше эстетические моменты затронуть. Какие-то вот, вот, ты поняла, а не просто вот баба, вот она стоит голая, смотрите, окей, да. То есть, это мы же не снимаем что-то такое. Искусство. Да, это больше для искусства, да. И плюс я стараюсь как-то вот какую-то все-таки, какой-то посыл дать, какую-то красоту преподнести. Но мы не готовимся к этому. И обычно, то есть, в основном я до этого снимал нют в Киеве, исключительно в Киеве, потому что там это все очень легко дается. Там без, вот, даже когда ты снимаешь девушку нют, у нее нет никаких задних мыслей. И плюс очень многие люди, когда видят нют, они думают, вот, Орхан там, или, допустим, фотограф, сидит, чириха голая, они вдвоем, на бэкграунде играет музыка, два бокала вина. Это не так. Она стоит, там визажисты, кто-то свет держит, кто-то бегает, кто-то там ее, там что-то поддерживает. Не до нее бывает. Да, абсолютно. То есть, в этот момент идет обычный процесс работы, потому что, по сути, это обычный человек, просто без одежды. Окей, да. Ты до этого так же сказал, что были шуры-муры. Флирт был на работе? Ведь ты же с эффектами девушками работаешь. Да, почему не был? Конечно, был. И к чему-то приводил, к романам. К чему-то приводил, к чему-то не приводил. Ну, тоже не приводил. Конечно, я мужик, да что должно быть? Должно приводить. Да ведь тоже ничего не говорит. И так же, значит... Даже Гюнай рядом сидит, вот, наблюдает. Не, конечно же, это нормально. Если у Гюнай возьмешь интервью, она вообще, да, шокирующие вещи тебе расскажет. Ну, смотри, смотри, ты мужчина, у любого мужика, само собой, если у него такая работа, да возьмем простого, там, я не знаю, врача, тоже, да, со своими пациентами есть шуры-муры. Но это не должно превратить... Вот для меня самое главное правило было, тот человек, который приходит ко мне в студию, нельзя со всеми заводить личные отношения и даже дружеские отношения. Ты пришел, отработал, пошел дальше. Потому что иначе твой бизнес превратится вот ну, просто в какой-то балаган, да. То есть нельзя гадить в то место, где ты работаешь, это основа. То есть возьмем те же самые поездки в Киев, да, всеми любимые азербайджанцами Киев. То есть из всех этих поездок то есть это не означает, что ты едешь туда, у тебя каждый раз там шуры-муры. Да, бывает. Это когда бывает, бывает. Да никто не против. Во время брака было? Не, во время брака не было. Я не ездил в Киев во время брака, потому что мне запретили. Да, не разрешают. Не, я шучу, конечно же. Во-первых, ну как тебе сказать, во время брака, допустим, я сейчас снимаю НЮД. Да, я знаю. И с этим проблем нет. Тогда были другие чуть-чуть, ситуация другая в Азербайджане была. То есть это было сложно. Сейчас чуть-чуть легче это все дело, потому что это творчество, люди понимают, люди к этому относятся нормально. И для этого не стоит ездить куда-то за границу. Поэтому сейчас я, в принципе, могу и здесь это делать. И у меня просто огромный список людей и желающих, которые хотят посниматься. И что самое главное, они еще согласны на то, чтобы публиковать. Ты на своем личном опыте ввел моду на Love Story. Эй, это что-то дурацкий вопрос. Бербери, кроссовки, одинаковые майки. И так далее. Ты знаешь, о чем я. Ты считаешь, что помимо того, что ты талантлив, данная Love Story помогла построить бренд Орхан Асланов? Не, во-первых, смотри, при чем здесь данная Love Story? Это вообще никакого отношения не имеет. Вообще там, типа, создал Love Story, и изначально было, и люди за границей это снимали. Да, это сделать здесь, я не знаю, первый, я вообще не очень люблю говорить, что я первый это сделал. Ну, сделали, да, и работаем. Ты знаешь, говорит, успешен тот, кто заработал больше всех, а не тот, кто, там, я не знаю, в Инстаграме больше всех лайков набрал. Можно быть тише воды, ниже травы, но делать хорошие бабки, делать свою работу, и то, что делаешь, от души, а не показушно в соцсетях. Поэтому это не показатель. Если ты в соцсетях там пипец взрываешь, там у тебя по 500 тысяч лайков, и тебе тысячу вопросов задают, и там у тебя 200 кей, это не показатель. Это, во-первых, не показатель твоей хорошей работы, потому что 90, 90, нет, от 70 до 80, ну, от 70 до 90 процентов вообще люди не понимают. Они могут увидеть просто красивую картинку и сказать, что это так красиво, и прокомментировать. В тот же момент какой-то другой человек делает серьезную работу, там сумасшедший смысловой посыл, сумасшедший вызов людям, логика, невероятный, в общем, ну, идея, свет, и люди просто не комментируют. Тут два варианта, да, то есть тебе или пофиг на их мнение, и ты идешь своим путем, или же так, в том же, и то, что ты говоришь, это Love Story, сделал первый, не первый, разницы нету. Если ты начал первым, ты первый начнешь и будешь больше всех зарабатывать до определенного периода, до тех пор, пока все остальные люди не поймут, что я тоже могу это делать, и давай я тоже буду зарабатывать. Если бы не данная профессия, то где ты себя бы увидела, в какой сфере, если не фотограф? Смотри, не знаю, я, честно говоря, думал об этом. Я очень люблю размышлять о том, что происходит, анализировать. И если ты еще знал, какой у меня извращенный мозг, и прямо, если бы ты прям зашла мне в голову, не тоже в голову, я это делал и в жизни тоже. Но я всегда про себя думал, что, блин, вот кем бы я был, если бы не... И я сейчас тоже не понимаю, на самом деле. То есть я занимаюсь своим любимым делом, но я в любом случае всегда в поиске чего-то для себя. Поэтому я за всю свою жизнь делал миллиарды разных бизнесов, просрал деньги, опять открывал, опять просрал, и сейчас я последний раз себе дал слово, что больше никогда в жизни, никогда я не буду заниматься бизнесом, потому что это не мое. Поэтому это сложно понять. По крайней мере, в данный момент я могу самовыражаться за счет фотографии. Да, играет роль то, что меня знают в городе, там, и так далее, в стране. Кто-то там небольшое количество людей по миру знает. Людям нравится то, что кому-то не нравится. Мне плевать. Я делаю это для себя. Мне это приносит кайф. Я в тот момент, когда я начинаю что-то делать, снимать, я просто кардинально меняюсь. То есть я весь там, и без разницы я зарабатываю, не зарабатываю. Вот мы открыли недавно студию, заново вернули в студию, не потому что я хочу зарабатывать, а потому что я просто хочу по-другому уже самовыражаться. То есть я хочу снимать ньют, я хочу снимать какие-то сессии делать, ну что-то для себя. Ну ты создал бренд. Бренд создал, да, но я над этим работал. Очень долго. Достаточно долго работал. И что самое главное, я и сейчас поддерживаю его с точки зрения качества и стараюсь, чтобы мы не делали некачественную работу. То есть я все время, и каждый раз, когда я делаю какой-то проект или что-то, я волнуюсь так же, как я волновался первый раз. Я помню, у меня была первая съемка в студии. Нет, у меня была первая съемка, я работал в Айнессе. Я помню, у меня безумно горели уши, потому что я очень волновался. И даже сейчас, когда я иду на какую-то съемку, делаю какой-то проект, у меня сейчас же такое же волнение. Я не иду такое, типа я все знаю, и все у меня получится. Каждый раз я волнуюсь, и каждый раз я, когда еду на съемку, за 30, за 40 минут до этого, я сам себя настраиваю в машине. Я еду, и сам себе определенный текст говорю, что вот так все будет. То есть я сам себя настраиваю, это мой, ну такой, это мой способ настроиться в себя. Обычно это бывает, я очень люблю материться, я обычно, я, кстати, недавно узнал, что те, кто матерятся, обладают достаточно хорошим умом. Я матерюсь, да, очень постоянно, и я прямо, когда по дороге еду, я матерюсь, себя настраиваю, и все получается. А из азербайджанских фотографов кого бы ты мог поставить с собой на один уровень? На один уровень нет. Почему? Потому что я, наверное, ну, я не красиво говорить про себя так, но я, наверное, один из единственных универсальных фотографов, который практически снимает все. Приближенный к тебе. Но мне нравится, как работают. У нас в Азербайджане есть хорошие фотографы, и они работают очень классно, у них своеобразный свой стиль. То есть раньше, когда мы говорили, я хочу снимать в стиле, как, типа, там, ну, возьмем эту часть, западную часть, или как в сторону славян, да, возьмем, и так далее, и так далее. У нас, у Азербайджан сейчас свой стиль фотографий, и это очень круто и красиво. Мне нравится. Проблема в том, что у нас мало профессионалов, потому что фотографии это не только работа одного человека, это работа в группе или же в команде, если мы говорим про серьезные проекты. Если мы будем говорить про фотографов, кто мне нравится, по разным жанрам, я просто, может быть, не всех сразу вспомню, ну, давай, Али Фархад, мне нравится, как он работает, Халид Зейн, мне нравится, как работает. То есть в своем жанре они определенные? Каждый в своем жанре. У них есть свой жанр, и, ну, допустим, возьмем определенных фотографий, по именам не будем, они любят этот жанр, а в другом жанре они практически не смогут работать. Они не смогут это сделать. С одной стороны, это и хорошо, они прямо, знаешь, заложники своего жанра, что очень хорошо. В моем же случае я очень люблю быстро-быстро все это менять. Мне вообще все одинаково, и надоедает очень быстро. Я могу открыть бизнес, там, какой-то, убиваться ради него ночами, а потом в течение, там, двух недель, если что-то мне там не понравилось, я просто его закрываю, забываю о всех деньгах, что я туда вложил, и просто как что-то ненужное выбрасываю моментально. С людьми то же самое. То есть, если что-то мне там, ну, что-то не зацепило, я быстренько меняю, там, мне это надоело, я больше это делать не буду, я живу один раз, хочу делаю, хочу не делаю. Вот так. Поэтому фотографы в Азербайджане есть, в Баку есть, они хорошие. Сейчас вспомню, кого мы еще, кого, за кем мы фоллим. Есть фотографы, например, которые, ну, они малоизвестные, но очень талантные. Вот, например, элементарно у меня девочка работает, Вика Лепницкая, очень хорошо фотографирует, у нее свой жанр, она чувствует фотографию, она у меня же ретушер. Но она не коммерческий фотограф. Давай так скажем, в народе говорят, что Орхан Асланов соперничает с Гасаном Алиевым. Ну, Гасик, во-первых, мой друг, раз, во-вторых, я ни с кем не соперничаю, я еще раз говорю, кто заработал больше, тот и бомба, но есть и творческий момент. Вот. Да, то есть Гасана творчество приближено ли к Орхану? Во-первых, Гасан в основном Гасан в основном снимает больше мероприятий, мы все знаем. Ну, ты тоже снимаешь мероприятия. Я тоже снимаю мероприятия. Мы все снимаем мероприятия. Мы же снимаем мероприятия не с точки зрения творчества, а с точки зрения заработка. В основном. Но там же есть и творчество. Там не есть творчество. Да, само собой. Макдональдсовы снимали и так далее. Нет, дело не в этом. Там есть творчество, но там меньше творчества, нежели, допустим, в какой-то другой съемке. Ну, например, для меня, Допустим, я всегда всем говорю И когда мы встречаемся Что надо всегда для себя что-то делать Например, то, что Гасик делает, это хорошо Он открыл себе студию, и он там делает В этой студии свои проекты, и это только похвально А в основном 90% Только просто держится на мероприятиях От мероприятия к мероприятию Пытается там уловить в своей жизни Какое-то творчество, но половина Вообще все там практически Ради бабок То есть даже те люди, которые пришли к фотографии Я никогда не буду делать Снимать мероприятия, свадьбы и так далее Они сейчас увязли в этих свадьбах У них нет творчества Они просто делают Хочу маленькую предысторию рассказать Чтобы потом задать вопрос Недавно я была на свадьбе Своей, можно сказать, ближайшей подруги Мы собрались, естественно Не дома, но в отеле Потому что они там справлялись Ну да, это стильно сейчас И там была фотосессия Естественно, приходит фотограф Приезжает фотограф на своей дорогущей иномарке Кстати говоря, да, это сейчас показатель Да, выходит с нереальной какой-то аппаратурой Заходит, как будто бы Он как минимум в министерстве работает И начинает себя, естественно, уже хвалить И говорить, что я нереальный талант Все супер и так далее Естественно, девочки начинают в это верить Еще больше позировать и так далее Что вот сейчас будет продукт для инстаграма Потому что большинство девочек сейчас любит Постить на инстаграме Когда мы смотрим результат фотографии Через месяц Мы видим, что на каждой фотографии У невесты или открытый рот Или у нее что-то там падает Не на лице волосы Ну, ты понял, о чем я Ни одной фотографии с невестой Где подруги невесты попали бы хорошо Когда я позвонила своей подруге И спросила, почему он Она мне ответила, что я, когда увидела его инстаграм Там были нереальные фотографии И когда он мне озвучил сумму Я сказала, значит, это то, что мне нужно Сумма приемлемая, а фотографии бомба С обложки Так вопрос такой Как ты относишься к фотографам Которые мало того, что рушат рынок Именно ценами А также они не имеют никакого таланта И опыта в своей работе Но строят из себя Что они от бога фотографы И вопрос Как я отношусь к ним? Вопрос, как ты к ним относишься? Ну вот смотри Секунду перебью Потому что в свое время Как мы и до этого сказали Ты поставил ту определенную планку фотографам Ценовую? Ценовую Ну да, это да Я не стесняю Я на самом деле Я говорю, что в тот момент То есть Опять-таки я всегда говорю, что это сделали мы Но я других людей просто не знаю Но это некрасиво говорить, что это сделал я один Но В тот момент на самом деле Фотография была в упадке Не с точки зрения творчества А с точки зрения отношения людей К фотографам Да То есть Смотри, у нас ведь как? У нас вот так заложено в голове Если Что-то стоит очень дорого Значит, это супер качественно И относиться к этому нужно серьезно Если мы получаем что-то очень Труднодоступное То значит, мы должны превратить этот момент В какой-то праздник Если мы там в каком-то ресторане Пытаемся две недели забронировать там столик То в этот день мы одеваемся очень красиво Мы готовимся к этому делу И так далее, и так далее Когда все это поднялось на тот уровень Что мы сделали Опять-таки будем говорить Что это сделали мы Когда все это получилось Само собой Все остальные ребята Которые начали заниматься фотографией Начали относиться к этому К этому только с точки зрения заработка То есть я хочу начать заниматься Чтобы заработать Я знаю людей, которые работали в банках В каких-то там учреждениях Там, ну, где-то они работали Получали неплохие бабки Подумали про себя Давай-ка я пойду заниматься мероприятиями Буду зарабатывать бабки Отлично Сейчас То самое время Когда Соцсети Дают тебе практически все А фотография на сегодняшний день Фотография и даже видеография То есть Это Новый вид языка Мы общаемся друг с другом Не зная друг друга Мы можем знать о человеке Абсолютно все Что он ест Как он выглядит Куда он любит ходить С кем он общается Кто он по Я не знаю По ориентации своей И так далее, и так далее Кто он Что он из себя представляет Просто посмотрев Его инстаграм Или его профайл В фейсбуке Согласна? Сто процент Айсал А К сожалению Инстаграм И Скажем так Да, показательный Вот этот профиль Этого человека В основном Лжив Потому что Ну, надо быть просто Конченным человеком Чтобы пойти Снять и сделать Тысячи фотографий И из них Хотя бы Ну, пять Не получились идеальными Из этих Пяти фотографий Если три выставить У себя в инстаграме То тебе в общем В конце кажется Что человек Просто талантлив И что получается Возьмем Ты до этого говорила Вот Гасик И что Гасан И я Вот сравниваем Да, потому что Мы на одной ценовой На одном ценовом диапазоне Он тоже свою работу Делает очень хорошо С душой Что самое главное Внутри Как человек Он очень классный чувак И мы давно Очень знакомы Я не знаю Я еще только начинал тогда То есть мы уже тогда Были знакомы И он с душой Ко всему относится Но что самое главное Он внутри Очень хороший человек Что получается Человек Заказчик Он видит Смотрит инстаграм Блин Видит что-то Ну, прям все фотографии Крутые Да Нанимает человека Человек приходит Само собой Ну, в общем Дает Заказчику Не то, что он видит В инстаграме А мероприятие уже прошло То есть у нас Не каждый день Женятся по 2-3 раза Да, то есть Окей, мероприятие прошло Он снял И все Буду Да Я смог это сделать Найдет тысячи причин И объяснит Почему это получилось так Но уже прошло Это все дело Ты не вернешь То есть не отмотаешь Пленку назад Это прошло И все То есть По сути Они обманывают Людей И это очень нехорошо Если уже ты Я к этому не очень отношусь И просто не уважаю этих людей И даже Я не люблю конфликтовать с людьми Тем более с людьми, которые В нашей же профессии И так далее Обычно я просто культурненько Ну, не общаюсь с этими людьми И не воспринимаю их серьезно Я не воспринимаю серьезно Вот эти понты С дорогущими машинами С непонятными фотографиями И Ну, уже тупыми этими текстами Серии «Жизнь одна» Ты один Давай, делай так Это просто уже достает Потому что Ты смотришь Инстаграм И Извиняюсь Кто-то не с очень хорошей профессией Пишет такой же текст И ты пишешь такой же текст Ну, уже То есть Если ты пишешь текст Который Если бы ты жил так Как ты пишешь в Инстаграме Тогда было бы все по-другому Но, к сожалению, это не так Это просто лишь такая, да Обложка Красивая обложка А внутри ноль Ничего нет То есть Если мы просто Что-то невкусное В красивую обертку замотаем Тебе кажется, что это очень классно Но это не так Короче, я отношусь к этому не очень хорошо Потому что это обман Но они мешают Хорошим качествам фотографам Они сто процентов мешают Нормальным фотографам Поэтому я даже знаю Определенных фотографов Которые сейчас Очень крутые Они занимаются Они именно занимаются творчеством И когда ты им говоришь Что, а ты почему так не делаешь Он говорит Орхан, потому что, блин Я не хочу быть на этом уровне Я не хочу просто Встать на уровень этих же людей Писать вот эти вещи Выставлять это А потом Получается, что обман Потому что Получается, мы все в один И Очень многие ребята Фотографы Сейчас просто опустили Вообще искусство фотографий До плинтуса То есть Вот эти именно цены Сделаю подешевле Сделаю Все для всех Там, я не знаю Я сделаю за любую цену Постоянно Вот эти Друг за другом Вот эти Это просто некрасиво И это Это не развивает Человека Потому что Сейчас посмотри Практически все фотографы И большинство Видеографов Все в мероприятиях Все снимают Солоде мероприятия Где творчество? Где ты для себя Что-то делаешь? Очень маленькое количество Людей Делает что-то для себя И когда ты говоришь А почему ты для себя не делаешь? Он говорит Времени нету Да я Зачем мне это нужно? Я же не зарабатываю с этого Понимаешь Вот смотри Почему они постоянно Себе там пытаются Вот это прям закон Только начал фотографировать Блин, даже если в кредит Пойдет, возьмет себе Дорогущую тачку Но потому что У нас люди такие Они сначала встречают Человека по обложке Вот они видят человека Они видят его На крутой тачке Они видят, что он одет Очень круто Прям от бренда Значит, блин И работу Он свое хорошо делает Но это не так Это не так Если взять врача Если врач Просто на дорогущей тачке Это не факт Что он тебя спасет От какой-то болезни Потому что он может быть Просто не профи Вот и все А что ты делаешь Когда клиент Не знает, чего он сам хочет Или вгоняет тебя В такие рамки Где ты не можешь Показать свой Творческий потенциал Это бывает очень редко И Ну, во-первых Смотри Наша профессия Вообще профессия И фотографа И человека Который занимается Визуализацией Это самое Я всегда говорил Самое главное Это харизма человека Ты просто Начинаешь с человеком Так общаться Что вы как будто бы Я не знаю Братаны уже несколько лет Ну ты Ну смотри Если мы говорим Про мероприятия Ты заходишь В чью-то семью Не зная их Ты видишь Миллиард разных деталей Которые по сути Ты даже не должен видеть Да И Ты должен все сделать так Чтобы ты как будто бы Их джамбрат Да И К счастью После каждого мероприятия С большинством людей Я остаюсь в хороших отношениях И Два очень важных фактора Почему Во-первых Я зашел Как Я не знаю Как друг семьи Но и самое главное Потом постарался сдать Хороший продукт Если ты в итоге сдал все И все хорошо Ты уже друг Навсегда Поэтому я до сих пор Каждый раз Несмотря на то Что ты говоришь Окей Да там бренд И так далее Я могу просто пойти Фигню снять И сказать Что я снимаю так Потому что это я Надо стараться делать так Чтобы каждый раз Ты соответствовал тому Что про тебя говорят люди Да А не просто там Ты в инстаграме Выставил хорошие фотографии Ты пришел очень крутой В инстаграме у тебя все бомба А в жизни нет Это же не так Если бы ты мог Использовать Одну из функций фотошопа Что бы ты поменял В своем характере Ну во-первых Фотошопом характер не исправляешь Исправляешь больше Визуальную часть Ну давай если внутри покопаться Я бы вот прямо Если бы имел возможность Себе что-то поменять Я бы вот первым делом Изменил бы в себе Вот это Вот этот характер Когда я просто Обижаю людей На самом деле Очень сильно И мне даже недавно Один В общем Один мой близкий товарищ Он такой Он певец И тогда он сказал Что Рухан Ты блин так шутишь Прямо вот дебильня шутишь Так шутишь Что ты обижаешь человека Или ты что-то говоришь прямо И у меня на лице написано Что когда человек Мне не нравится Вот он мне не нравится Вот так да И у меня не получается Вот это в себе скрыть И не обидеть человека И по сути Поэтому у меня друзей То есть у меня товарищей И знакомых Просто полгорода Когда мы увидимся Джамбрата Но друзей очень мало Ну это у всех Ну это у всех так да Вот я бы в себе Этот характер Не обижать людей Убрал бы То есть просто пытался бы Вот более поверхностно Пройтись Да Не получается это Ты работал часто С людьми шоу-бизнеса Расскажи мне пожалуйста Каково это с ними работать И с кем бы ты Ни за какой гонорар Не согласился работать Ну такого человека нету Я очень флексибл Я с людьми Очень быстро нахожу Общий язык При том что я вот Видишь Как-то вот так В лоб говорю Ну я нахожу общий язык У меня получается Хорошо общаться с людьми Особенно с женским полом То есть я с мужским полом Практически Да нахожу язык Но это все так Да на расстоянии Вот с женским полом У меня всегда все хорошо Но нет такого человека С которым я не поработал Есть человек С которым я поработал И больше никогда не работал Потому что мы просто не сошлись Ну это не мое Да мне не понравилось С ним работать Нет энергетики Энергетики от человека нету Ты видишь человека Что он прям крутой Такая же ситуация Как в инстаграме Ты видишь Что он там В инстаграме Очень крутой А в жизни Никакой Ну просто Вот он такой Никакой Окей А с кем ты Из вашей шоу-бизнеса Роман был у тебя? Не знаю Или знаменитая личность Ну что тебе сказать Во-первых Я тебе одну вещь скажу Что Я сейчас объясню Такую вещь Я когда только Начал работать Я сам себе сказал Что надо вести Свою личную жизнь Так Чтобы Вот как бывает Хорошая девочка Чтобы никто не знал Что у этого человека Было в жизни То есть Я никогда Ни в один клуб Практически Не заходил Там под ручку Там с кем-то Ты понимаешь То есть Никто никогда Особо не понимал С кем что И так далее И конечно было Но я не буду говорить Мы-то знаем Мы просто имена Не будем разглашать Что знаешь Что знаешь Что было То было В любом случае Я не жалею Ни о чем Это самое главное И каждый человек От самого начала Возьми Вообще Что такое отношение Смотри У тебя начинаются отношения Ты определенный Период времени Абсолютно В тесном Отношении С этим человеком Ты забираешь У него Его энергетику Ты общаешься С ним Какие-то Нюансы Привычки Ты начинаешь Любить Те места Которые не любил Потому что Там этому человеку Нравится ходить туда Ты любишь музыку Которая тебе не нравилась Но ему нравится Ей нравится Там И так далее И так далее То есть Понимаешь Там Это по-разному Да Это по-разному Ты дружишь С кем-то Там Допустим Мы выезжаем С моим другом Куда-то За границу Он любит Это слушать Я не люблю Это слушать Но ты с ним Общаешься У вас уже Дружеские отношения И ты хочешь Не хочешь Что-то у него Забираешь Поэтому Каждый человек С которым Ты общаешься Ты у него Что-то берешь И об этом Жалеть нельзя То что происходит В конце В конце В любом случае Будет же То есть Не бывает Идеального Ничего Я не знаю Просто На самом деле Я реально Не знаю Пару Которая Прямо Идеально Даже друзья Иногда Ссорятся Спорят Что-то им не нравится Этому не нравится Это нормально Это жизнь Но жалеть Об этом нельзя Потому что Очень многие спрашивают Ты жалеешь О том Что у тебя Там было И так далее Вот ты потратил Ну потратил Понятное дело Но зато Я для себя Что-то взял Опыт Да-да Что бы ты посоветовал бы Клиентам При выборе фотографа На что им нужно Обращать внимание Потому что Очень часто Клиенты Они же сами Не творческие люди Они ведут Обложку только Может быть Какие-то Тщательно подойти К портфолио человека Ну надо изучить Портфолио Да не только такое Что типа Покажи свой инстаграм А прям детально Принеси это Принеси то Ну вообще не знаю Это сложно сказать Я не говорю Что Допустим Если возьмем У меня Не всегда все идеально Г тоже бывает иногда Но с ним Ну так получилось Да сняли Плохо получилось Ну от этого Никто не застрахован А какой бы совет Ты дал творческим людям В Азербайджане Особенно в твоей индустрии Смотри Если ты говоришь Творческим людям То им совет уже не нужен Они уже творческие Ну мы это называем так Чтобы никого не обидеть Да нет 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 Если он творческий Он уже творческий Если человек Который занимается Визуализацией То есть мы говорим О фотографии Видеографии Что-то делать для себя Для души Да и не думать О бабках Вот Я работаю С 18 лет И с 22 лет У меня уже студия есть Была первая студия И ну мы Огромное количество Работы сделали И просто огромное Количество денег Сделали Ты потом В конце понимаешь Что И что Что в итоге Да Тебе по сути Ничего не осталось Из этого По сути Все что у тебя есть Ты мог бы И обычным путем Да То есть получить Разговор идет Там О Что-то Ну о машинах Там о домах И так далее То есть на это Не надо тратить Не надо углубляться Полностью в это Чтобы Чтобы тратить Все свое время Вот все свое Вот это внутри Вот этот огонь На это Надо просто для себя Что-то больше делать А это Вот все остальное Просто придет Само по себе И ты Окей Не катайся На какой-то крутой тачке Катайся на какой-то Но будь крутым С точки зрения творчества То есть не надо Вот эта показуха Нужна Лучше покажи себя Изнутри Какой ты есть сам То есть покажи Какой ты творчески Крутой и богат Изнутри А по сути Они все То есть ты видишь Просто хорошая обложка А внутри Ну нифига То есть они Им даже поговорить Ни о чем Вот сейчас Если раньше Было в тренде Там иметь Крутую тачку Круто одеваться Сейчас поверь Я даже это говорил Три-четыре года тому назад Что потом будет В тренде путешествовать Ну слава богу Они сейчас уже Начали путешествовать Более-менее Хоть как-то И как тебе твой новый проект Он сумасшедший проект Это прям Прям в точку попало Понимаешь Я люблю путешествовать Я люблю фотографировать Природу Ну прям в точку Не пускали То здесь Это просто Рай Тебя пускает везде У тебя все условия Для того Чтобы делать то Что ты хочешь У тебя везде Зеленый свет Тебя встречают Везде так С душой И так Так встречали С душой Но сейчас Тебе удобно Поэтому для меня Допустим Этот проект Просто Ну вот Сказка Просто рай Потому что Я езжу Я вижу Я путешествую Я фотографирую Я делаю это Для души И для работы И плюс Я делаю Очень крутой проект Почему? Потому что Смотрите Во-первых В проекте Много фотографов Работает Сейчас создается Огроменная Самая большая Которой не было База по фотографии Фотографическая база Всей страны А для меня Как для человека Который делал проект До этого И сейчас Это просто небо и земля Потому что Сейчас Зеленый свет везде И возьмем просто Шамкир Ты приезжаешь в Шамкир И тебе говорят Да у нас есть олени Ты говоришь Как я же приезжал Да у нас давно есть олени Вот надо просто поехать Получить разрешение И ты приезжаешь И видишь Огромное стадо оленей Которые там бегают В лесу И ты можешь это фотографировать То есть Возьмем по природе Да Фламинго и так далее Давно летают Перелетные птицы Давно есть в Азербайджане Но я никогда их не видел Сейчас есть возможность Это увидеть Короче Это на самом деле Для меня Сейчас просто рай И во-первых Я не люблю зацикливаться На одном жанре Я люблю смешивать Поэтому для меня Это очень классно Я фотографирую здесь природу Возвращаюсь к коммерции Снимаю Через неделю Ньют снимаю Там еще что-то Мероприятие какое-то снял Это очень круто Проект ты ведешь Да Я руководитель проекта Но работает над проектом Очень много людей Фотографов А почему именно тебя Как руководителя выбрали? Как ты считаешь? Не знаю В чем твоя особенность Среди всех? Ну может быть из-за того Что я делал до этого Мой Азербайджан проект И я же еще и в душе менеджер И маркетолог чуть-чуть Ты знаешь Лениальный маркетолог Я маркетолог и менеджер Поэтому я люблю Это все дело вести Придумывать Не знаю Мне нравится Допустим Я не отношусь к этому делу Тоже вот С точки зрения заработка А отношусь к этому делу С точки зрения кайфа Я хотел вот Чтобы это было так Я хотел чтобы Вот мы ездили Мы снимали Я получаю кайф Мы там сидим в горах Часами Ждем Мы можем не кушать Вот я был Последний раз в Гадабее У меня просто был Сумасшедший Какой-то приступ У меня было что-то Я не знаю То ли Я не знаю У меня было Мне было жутко больно Потому что мы питались Несколько дней Только чабаб-чабаб Чабаб-чабаб И у меня просто Был какой-то приступ Я просто умирал Мы еле добрались до отеля Я что-то выпил И вырубился И мне стало легче Но в этом и кайф И я получаю От этого удовольствие И что самое главное Ты выставляешься Потому что Кто говорит что Меня не интересует Мнение там других Ты выставляешься Люди комментируют Людям интересно И люди получают кайф От того что ты делаешь И это классно Ты понимаешь Это очень важно Но Не знаю Ну ты классный Это взаимотокая Энергетика Кто говорит что Мне пофигу Что там это пишут В инстаграме Такого это И в соцсетях Это невозможно Даже когда ты приносишь Это То есть я прихожу С фотографиями Я обязательно Их показываю даже дома Я говорю Ну как круто И не только дома Ты мне иногда тоже посадаешь Посмотри что думаешь Как тебя только Никому не показывают То есть я до сих пор Все равно Всегда у всех спрашиваю Круто Если мне говорят Не круто Я говорю Блин да Может быть и не круто То есть это Как-то так Ты всегда воспринимаешь Негативную критику Я всегда воспринимаю Конструктивную критику Если критика Соответствует тому Что И плюс я не у всех спрашиваю Если человек на самом деле Понимает в этом То он понимает Если нет Ты у него спрашиваешь Что-то такое Там бармочет Ты понимаешь Что человек просто далек от этого Орхам спасибо большое Тебе спасибо Твои вопросы не были Такими каверзными И такими Сумасшедшими Я думаю Что это будет Очень жесть такое Я тебя просто Напугала Чтобы ты был готов К худшему Не на самом деле Спасибо Очень круто Ребятам Которые снимают Тоже огромное спасибо Постарались Во главе с Ниджатом Вот допустим Сейчас смотри Я тебе коротко скажу Ниджата не хвалю Не потому что Он сидит сейчас Здесь Здесь снимает Я Сейчас например Больше симпатизирую людям Которые в инстаграме Практически Знаешь Вот они Не вот это Не вот это попса Ты поняла Вот там вот Посмотрите Больше вот Которые занимаются Своими Творческими проектами Это намного круче Потому что Мы занимаемся Визуализацией И мы оставляем Что-то после себя А это самое главное А чтобы то Что оставляем после себя Если люди будут смотреть И это актуально То считай Что ты сделал Пол дела Не важно То что ты там Показываешь На какой тачке Ты катаешься И как ты одеваешься Вот поверь Что это просто тупо Ну просто обложка Надо внутри быть Надо внутри быть богатым А не внешне Ну так ты же сам Ты же сам сказал Что люди встречают Нас Да Это пока Но сейчас уже не так Сейчас уже Да Скоро все поменяется И уже меняется Поэтому сейчас люди Не обращают на это Внимание И мы видим Абсолютно Не внешне Не богатых людей Но очень богатых Внутренне Людей И это Там только надо Аплодировать Стоя Да Ну стоя Не стоя Не знаю Сидя на коленях Спасибо большое Тебе спасибо Было очень Да Такое Но у тебя получается Нормально Ты входишь в роль Ну спасибо